О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Отстранить нельзя помиловать. Чем закончилось судебное заседание в деле об отставке мэра Одессы Труханова? Доставка сорвалась. Почему дело убийцы из СИЗО в Одессе снова перенесли? Размер имеет значение. Какое место заняла Украина в международном рейтинге борьбы с коррупцией? Скрытое ношение. Что ответил Трамп на призыв американцев запретить оружие гражданам? Одесский мэр Геннадий Труханов будет занимать свою должность еще минимум неделю. Сегодня Соломинский суд столицы начал рассмотрение ходатайства прокурора в об отстранении его от обязанностей. Но по техническим причинам заседание пришлось перенести. С подробностями Александра Васильченко. С самого утра полицейские нацгвардейцы стягивают свои силы к Соломинскому райсуду столицы. Здесь перекрыли улицы и через каждые 30 метров поставили кордоны. Правоохранителей несколько сотен. Впрочем, в этот раз возле суда спокойно. Противников Труханова не больше 30 человек. Чтобы избежать провокаций, всех обыскали. Но к самому зданию митингующих так и не подпустили. Труханов и его банна должны уйти. В зале заседания многолюдно. Слушания начались вовремя. Обвинение заявило. Труханов, используя должность мэра, может повлиять на подозреваемых и свидетелей в уголовном производстве. А также уничтожить документальные доказательства. Почему я зазначаю про то, что Геннадий Труханову ставится к вопросу первостороннего его посаду. Потому что самовчинение не зло, что с использованием владных ему повноважений, выключенных повноважений, как высшей посадовой особой территориальной громады, есть представа для его стороннего. Потому что самовин был инициатором стыкания подочерковой сессии. И включение до порядка дедного питания, надание сгоды на купление. В свою очередь защита отметила, что те риски, о которых заявил прокурор, ограничены мерой пресечения. Труханову запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу. Геннадий Труханов, как никто, застекавлен в том, что суд, вернее, орган досуга расследования, дал належную оценку тем подъем, которые пребывались в летний грудь 2016 года. Геннадий Труханов 3 октября 2017 года в распоряжении суду, есть протокол допыта, напротив 12 часов, приблизительно 72 вопроса. Дал детальные пояснения с приводу придбания данного объекта, самого Одесского района. Сам подозреваемый уверен, что сейчас нет оснований отстранять его от должности. Сегодня нечего противопоставить моей работе, как Одесскому городскому уголову. Нет сегодня претензий по хозяйственной деятельности, нет сегодня претензий, не высказывается претензий по другим моим действиям, как Одесского городского уголову. Создаются мнимые проблемы, фальсифицируются материалы, и вот таким образом раскачивается, извините за такое слово, ситуация в родителе. Впрочем, рассмотреть ходатайство о снятии Труханова с должности Одесского мэра так и не получилось. После трехчасового слушания не выдержала аппаратура, и заседание решили перенести на 27 февраля. Уже выходя из здания, на подозреваемого и его адвокатов попытались наброситься активисты, но их оттеснили правоохранители. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Алексей Шматов, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер. Судья-взяточник из Днепра снова может работать. Высший совет правосудия не продлил отстранение судей. Геннадий Подберезный был задержан по подозрению в даче взятки руководителю САП Назару Холодницкому в сентябре прошлого года. Сейчас в отношении Подберезного идет следствие, вместе с тем он может продолжать работать судьей, поскольку по закону, как утверждают в Совете правосудия, отстранить его можно только по ходатайству Генпрокуратуры. А опрошение не поступало. В самой же Генпрокуратуре ответили, что опрошение подали еще в прошлом году и повторного не требуется. Поэтому вопрос об отстранении Совет должен решать самостоятельно. В Одессе суд начал рассматривать дело, которое прошлым летом всколыхнуло всю Украину. Тогда заключенный СИЗО зарубил топором сотрудницу изолятора. А после этого в качестве карательной меры надзиратели устроили массовое избиение арестантов, что в свою очередь вызвало новый скандал. Все подробности выясняли наши корреспонденты. На этих кадрах Василий Чемерис сразу после убийства Алены Порошенко в августе прошлого года. Ему 39 лет, ей было 34. Женщина работала инспектором в Одесском СИЗО. А он был арестантом и работал на хоздворе. Присматривал за свиньями и кроликами. Сюда же и заманил женщину. Зарубил топором, останки спрятал в мусорном баке. Сегодня Чемериса на заседание суда должны были доставить из Николаева. Но не сделали этого. В СИЗО объясняют, не получили по почте просьбу об этапировании. О том, чтобы обвиняемый находился не в Одессе, ходатайствовал его адвокат. Потропила, была працанником Одесского установки покарания номер 21. Поэтому держать его в данной установке реально загрозит ему жизнь и здоровье. С стороной сотрудников. То, что сотрудники СИЗО способны на нечто подобное, стало понятно после обнародования видео с камер наблюдения. На следующий день, после того, как было совершено убийство, надзиратели провели в изоляторе карательную операцию. Создали коридор, с троем провели через него арестантов, избивали дубинками и ногами. Вот свидетельство очевидцев. Коридор сделали, вот, и кричат там, бегите, кто не бежит, все. Вы выращивали, вы разбрасывали продукты, лекарства, портили имущество. Факт массового избиения заключенных Южное управление по вопросам исполнения наказаний в те дни упрямо отрицало. Теперь ее тогдашний руководитель Анатолий Ковтун сам под следствием. Его подозревают в превышении служебных полномочий. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Можно говорить, что надавал указки, что выразилось в том, что не установлены на разе споробийники пенитенциальные установки спричинили насильство стосовно утриманцев и также застосовывали специальные засобы. Кроме того, пять лет тюрьмы грозит и бывшему начальнику СИЗО, где работала убитая Алена Порошенко. Вячеслава Коваля обвиняют в служебной халатности. Ведь непонятно, почему Василий Чемерис, ранее уже отсидевший 14 лет за умышленное убийство, находился не в камере, а работал в свинарнике. Задается вопросом сестра погибшей. Он вообще не должен был оказываться там. А он ходил свободно. Что еще можно сказать? Ее нет. Вот я имею ввиду, не будет она ходить по земле больше. Следующее заседание по делу об убийстве состоится 5 марта. Тогда, возможно, сам обвиняемый сможет рассказать о мотивах своих действий. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Украина поднялась на один пункт в международном рейтинге борьбы с коррупцией Transparency International. Но по сравнению с предыдущим годом темпы снизились вдвое. Что повлияло на оценку, расскажет Елена Абрамович. Первые дела от НАБУ и САП против высокопоставленных лиц попали в суд. Заработала реформа госзакупок с использованием системы Прозора. Реформирован рынок газа. Работает реестр электронных деклараций. Именно за эти достижения рейтинг Украины повысили. Но всего на один пункт. И наша страна остается самой коррумпированной в Европе. После России. В 2017-м от Украины ждали создания антикоррупционного суда. Но этого не произошло. Было немало попыток ограничить независимость антикоррупционных органов и случаев давления на журналистов и общественных активистов, работающих в сфере противодействия коррупции, внедрения дискриминационного электронного имущественного декларирования, давления со стороны правоохранительных органов, провокации, противодействия, избиения и дискредитационные информационные кампании. О давлении на активистов и журналистов написали и еще в одном международном докладе от Amnesty International. Там же указали на отсутствие прогресса в расследовании дел о попытках. На это замечание отреагировал Минюст. Замминистра заявил, в 2017-м в учреждениях пенитенциарной системы Украины не было зафиксировано случай попыток. Мои слова могут восприниматься как упереджені, тому мы спираемся на висновки Международного комитета Червоного Христа и Европейского комитета с питанием запобегания катуваниям, который в грудне был у нас. Уже одни из отверганных ними установ не было нареканий о использовании физической силы. Оба доклада содержат и рекомендации. Amnesty International советует Украине ратифицировать ряд международных договоров и конвенций, а Transparency запустить антикоррупционный суд, перезапустить на ПК и внедрить новые электронные государственные информационные системы. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков в подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Наказать коррупционеров в антимонопольном комитете Украины сегодня требовали общественные активисты. С самого утра возле здания ведомства собрались несколько сотен человек. Люди обвиняют чиновников комитета в потакании российскому бизнесу на лотерейном рынке страны. Речь идет о миллиардах гривен. Детали о нашем сюжете. Выдворить российский бизнес с лотерейного рынка в Украине требовали общественные активисты. С самого утра сотни человек собрались у здания АМКУ. Они обвиняют чиновников комитета в потакании двум крупнейшим операторам рынка, которых правоохранители связывают с российскими олигархами. Я приехал из Востока, так как поддержать своих побратимов и ребят. Стоп российскому бизнесу. Вот это я вам скажу, чтобы здесь не было... Ну, они нас стреляют, а мы здесь их поддерживаем и все деньги на них тратим. Активисты мирной акции протеста требуют от антимонопольного комитета... Чтобы они наконец-то на четвертый год войны вызначилися. Або они с Украиной, або они надалее лоббируют интересы российских компаний на игральном бизнесе. Интересы компании МСЛ и компании Патриот, которые есть в санкционном списке, так как они финансируют террористические организации, которые действуют против Украины в гибридной войне. Санкции против этих компаний еще в 2015-м ввел Совет нацбезопасности и обороны. Однако операторы работают до сих пор. Все дело в отсутствии правил выдачи лицензий на ведение лотерейного бизнеса в Украине. Их должны были утвердить еще после принятия нового закона об игорном рынке в 2012-м. Но их нет и по сей день. Из-за чего заниматься игорным бизнесом в стране может практически кто хочет. По оценкам экспертов, под видом лотерей сегодня работают более 6 тысяч нелегальных игорных залов. Объемы этого теневого рынка, по мнению министра финансов Александра Данилюка, более 1 миллиарда долларов. Правила выдачи лицензий, которые бы помогли урегулировать этот бизнес, в правительстве разработали еще в прошлом году. Однако их забраковали в антимонопольном комитете. В частности, уполномоченная АМКУ Агия Загребельская называет условия правительства дискриминационными и неравными для всех участников рынка. Сегодня антимонопольный комитет потребовал от Кабмина не утверждать новые правила и изменить закон. Однако, по мнению операторов лотерей, если условия лицензии снова будут переписывать, теневой рынок и российский игорный бизнес проработают еще не один год. Антимонопольный комитет, в принципе, тормозит принятие лицензионных условий. Это наракует тем, кто заинтересован в сохранении существующего положения вещей. Это действующие операторы лотерей, которые находятся в санкционном списке в связи с тем, что они связаны с русскими бенефициарами. Во-вторых, это же теневой рынок незаконно-азартных игор, который заинтересован в том, чтобы сохранять статус КВО, чтобы их никто не проверял. Именно уполномоченную АМКУ Загребельскую общественные активисты обвиняют в коррупции и потакании российскому бизнесу и требуют заняться этим делом правоохранителей. Кстати, сама чиновница еще вчера написала на своей странице в Фейсбуке, что ожидает визита СБУ. Оксана Григорьева, Леонид Аворин, подробности, телеканал Интер. В Днепре депутаты Гурсовета не смогли отменить завышенные тарифы на квартплату. Они выросли после того, как в прошлом году в город пришли четыре новые управляющие компании, которые установили расценки вдвое выше. Если до этого люди в среднем платили по 3 гривни за квадратный метр жилплощади, то сейчас свыше 6. Про разрешение об отмене конкурса, который якобы выиграли управляющие компании, в Гурсовет подали оппозиционеры. Но голосов для его принятия не хватило. Люди возмущены до предела. Мы предложили провести новый конкурс, чтобы люди знали, по каждому дому отдельный тариф. Чтобы они знали, за что они платят. Практически в полном составе депутатские фракции, за життя, наш край, укроп, просаботировали наше предложение и не дали ни одного голоса. Тем самым обрекая людей платить последние копейки за квартплату. АТО меняет формат. Вскоре она будет называться «Операция объединенных сил», заявил начальник Генштаба. Но сначала нужно изменить структуру управления войсками и создать объединенный оперативный штаб новой операции. Сегодня на передовой без потерь, но боевики по-прежнему нарушают перемирие. С начала суток зафиксировано 10 обстрелов. Подробнее о ситуации расскажет Игорь Левенок. Поле там перепаханное. Полторы сотни снарядов. Да, где-то так. Село Троицкое. Последние двое суток на этом участке фронта враг как будто взбесился. Окупанты бьют из крупнокалиберной артиллерии. Накануне с десяток снарядов разорвалось посреди села. Метрах в ста от школы и сельсовета. Где-то 152-152 миллиметра. Но не знаю. Подарки очень хорошие. Такой осколок, я говорю, если попал бы в угол дома, мне было. Обстрел начался в 10 вечера. К счастью, никто не пострадал. Только остатки каменного Ленина разлетелись в дребезги. Снаряд попал прямо в постамент, на котором тот стоял. Да, да, да. Помогает декоммунизировать. Пенсионерка Лидия Васильевна говорит, с начала года таких обстрелов здесь не было. Полночи с мужем сидела в подвале. Росийские наемники целились в дома, где живут наши солдаты. Несмотря на то, что это центр села, вот мы видим сельский совет, снаряды ложились очень кучно. Военные предполагают, что огонь вражеской артиллерии корректировал кто-то из местных. Дед подошел один из местных жителей, сразу указал, где находятся воронки и сколько выстрелов было. А вот Лидия Васильевна в такое отказывается верить. Утверждает, в Троицком все жители за Украину, дескать, натерпелись уже от русского мира. Все за Украину, того, что мы тут проробили, мы тут пенсию получаем. Нас тут обеспечивают, как и продукты возят, и он дров дал, и угля так, что не знаю, я не чула таких, чтобы кто-то обижался. Линия обороны военных расположена за селом. По словам бойцов, бой утих лишь несколько часов назад. Ночью опять, и сегодня часиков может быть. 9-10 уже тихо. Солдаты еще не успели собрать хвостовики от мин. Это доказательство грубого нарушения боевиками минских соглашений. Так точно, это же не заточка для карандашей. А чего это? 120-ая мина. В следствии обстрелов двое бойцов здесь были ранены. Их доставили в госпиталь. Армейцы посоветовали нам быстрее покинуть эти позиции. Солдаты начали готовиться к ночи. Уверены, она снова будет тревожной. Игорь Левинок, Андрей Костюк и Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер. Польша поддерживает ведение миротворцев на Донбасс. Об этом на брифинге в Совете Безопасности ООН заявил глава польского МИДа. Варшава уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, сказал он. Кроме того, мир у соседей важен для безопасности Польши. Массовые жертвы в Сирии. Только за последние двое суток в результате бомбардировок в Восточной Агуте под Дамаском погибли более 300 человек. 58 из них дети. В гибели мирных граждан правозащитники обвиняют режим президента Асада. В городе гуманитарная катастрофа. Уже несколько месяцев Восточная Агута, которую контролируют повстанцы, находится в осаде сирийской армии. Там проживают почти полмиллиона человек. Взрыв в посольстве США в Черногории. Неизвестный бросил гранату в здание представительства в столице Подгорица, после чего покончил с собой. Никто из сотрудников посольства не пострадал, здание не повреждено. Служба безопасности обыскала участок и не обнаружила других взрывных устройств. Тем временем посольство объявило угрозу для граждан США и рекомендовало им избегать территории возле здания депмиссии. Нестандартное решение. Дональд Трамп предложил вооружить американских учителей, чтобы не допустить новых резонансных преступлений в школах. Сработает ли этот план, разбирался Дмитрий Анопченко. В Вашингтоне снова протесты. Шумные, яркие, масштабные. Только повод для них уже не политический. Люди требуют ввести ограничения на продажу оружия. И не допустить повторения трагедий, таких как расстрел в Лас-Вегасе и во флоридской школе. Но одних только слов сочувствия уже мало. От президента ждут конкретных решений. И здесь, в Белом доме, на встрече, куда пригласили и тех, кто выжил во время недавней атаки во Флориде, и родственников погибших школьников, Дональд Трамп озвучил свой новый план. Он прост. Дать преподавателям оружие. Каждому пятому, мол, ни один преступник в школу не сунется, если точно будет знать, что по нему сразу же ответный огонь откроют. Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы при себе оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Были бы там в школе, чтобы не оставалось больше свободных от оружия зон, которые хороши лишь для маньяков. Но Гонзон, территория свободная от оружия. Идея Обамы, который установил, в школу никто, ни преподаватели, ни охрана, ни родители со стволом зайти не могут. Незачем. Трамп видит решение по-другому. В классах арсенал сделать, преподавателей научить стрелять, бывших военных и отставных полицейских вооружить и набрать в охрану. Услышанное разделило Америку. Пол страны и двумя руками за. Мол, трагедии, такие, как сейчас во Флориде, в считанные минуты происходят. И пока полиция доедет, все уже случилось. А так ответ будет мгновенным. А другая половина уверяет, все только хуже станет. Ну, как пожилой учитель истории откроет огонь на поражение. Как учитель филологии будет от преступника отстреливаться, даже если ей вместе с классным журналом и дадут на урок пистолет или винтовку. А вот что не вызывает споров, так это запрет приспособлений для скорострельного огня, таких как это. Именно их во время резонансного преступления последнего времени стрелок из Лас-Вегаса использовал, когда с верхнего этажа отеля открыл огонь по людям. А еще глава государства, который во время избирательной кампании выступал категорически против любых оружейных ограничений, призвал Конгресс усилить проверки покупателей огнестрельного оружия. Сейчас они поверхностные и часто дают сбои, как было неоднократно. В случае с массовыми расстрелами, когда убийцам, по идее, не должны были, но все равно продавали те же винтовки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Инициатива Трампа уже заработала. Во флоридском городке, где недавно произошел массовый расстрел, шериф приказал полицейским в школах взять на дежурство пистолеты. А вот вооружат ли учителей, теперь непонятно. После волны возмущений Трамп уже успел написать несколько твитов. Сначала отказался от своих слов, что предлагал вооружать педагогов, а после, что школы без оружия – магнит для негодяев. Что все это значит, в Белом доме еще не объяснили. Евросоюз официально подтвердили, что прекращают финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины. Причем часть полученных средств, около 8 миллионов евро, Украина должна вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии в ответ на запрос Европравды. Проект на сумму 30 миллионов евро был направлен на модернизацию пунктов пропуска. Но из-за подозрений в коррупции ЕС вынужден был отказаться от финансирования. Вопреки заявлениям украинской ГФС, решение ЕС окончательное. Это подробности и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Минздрав предупреждает, как ведомство намерено бороться с невакцинированными детьми и как на инициативы реагируют в регионах. В режиме ожидания, как немецкий суд решал судьбу дизельных авто и готов ли вердикт. Министерство здравоохранения предлагает запретить невакцинированным детям посещать школы и детские сады, чтобы уменьшить риск распространения инфекции. Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, закон предусматривает возможность получить среднее образование альтернативным путем. Не сдержался. Так, при службе губернатора Закарпатья прокомментировали его сегодняшнее нецензурное высказывание в адрес Уляны Супрун. Исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила, что венгерская вакцина от кори, которую привезли в Закарпатье как гуманитарную помощь, контрабандная. Дескать, ее не растаможили и поэтому врачи отказываются ее использовать. На что Геннадий Маскаль гневно парировал. Проблемы в Украине не с вакцинами, а с некомпетентностью Супрун. А насчет препарата добавил. Он отвечает всем стандартам и его ввезли, соблюдая закон. В то время как министерство до сих пор не обеспечило область вакциной. Все разметили, ну, ну, понимаете, это что за *** на чеке? Другим словом, я не знаю, может, есть ли это лик, как назове, и, да, другий вот лик, как попали и диагноз. Украинцы получили тюремные сроки за перевозку в Великобританию. Отбывать заключение они будут в британской тюрьме, а после их депортируют в Украину. Сколько нашим соотечественникам придется провести за решеткой и как поймали контрабандистов, расскажет Светлана Чернецкая о наш супкур в Лондоне. Эта история произошла в мае прошлого года. Яхта под названием «Тазик» прибилась к восточному побережью Англии. Капитан, бывший танцор балета, 50-летний Владислав Крутоглу. Его помощник – 29-летний шеф-повар Дмитрий Крюк. Также на борту было еще шестеро украинцев, все без британских виз. Когда лодку обнаружили пограничники, Крутоглу настаивал, что к берегу их прибило случайно из-за шторма и поломки двигателя. Дескать, в Англию и не собирались, просто прогуливались по Ла-Маншу. Но в ходе следствия оказалось, что это была хорошо спланированная операция по перевозке нелегальных мигрантов. Более того, похоже, что это семейный бизнес. Младший брат капитана отбывает свой срок в Британии за точно такой же проступок. Его задержали в апреле прошлого года и осудили на 4 года. Владиславу придется отбыть 6 лет в тюрьме. Помощнику удалось смягчить приговор своим раскаянием. Крюк проведет за решеткой 3 года и 9 месяцев. Шестерых пассажиров яхты, которые пытались нелегально попасть в страну, депортировали еще в прошлом году. На яхте из Франции через Ла-Манш украинцам такой путь представляется одним из самых доступных, чтобы незаметно пробраться на Британские острова. И если не задержала береговая охрана, то можно начинать новую жизнь в этой стране. Без официальных документов здесь можно пользоваться медицинским обслуживанием и зачислять детей в школу. На работу тоже можно устроиться, вот только власти часто устраивают облавы на нелегалов. Правда, худшее, что грозит депортация в Украину. Впрочем, в масштабах незаконной миграции украинцы составляют весьма незначительную долю. Большинство случаев незаконного пересечения границ касается беженцев из Афганистана, Сирии, Ирака и Африки. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. В Мадриде парламент заблокировали пенсионеры. Демонстранты требовали повысить выплаты до уровня, который бы покрывал инфляцию. Люди перекрыли дорогу и вход в здание. По оценкам властей, в акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек. Продолжить свои акции обещают и пенсионеры-силовики в Украине. Они недовольны заявленным перерасчетом выплат. Вчера Кабмин объявил о повышении им пенсии с 1 января в среднем на полторы тысячи гривен. Сегодня на собрании в Харькове профсоюз пенсионеров МВД и других силовых органов принял обращение к региональным профсоюзам с просьбой не соглашаться с таким пересмотром. Люди говорят, что, как и раньше, будут требовать перерасчета предусмотренного законом. Тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на полторы тысячи. Об этом и не рассказали народному депутату Сергею Каплину. Ветераны и пенсионеры МВД Вооруженных сил Украины абсолютно недовольны решением Кабинета министров Украины. Они будут продолжать свою борьбу до выполнения первичных требований. Нам нужно человеческое выполнение обещанного, человеческое выполнение нормы, закона и конституции, которая предусматривает перерасчет пенсий и достойные пенсии достойным людям. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, тройку лидеров возглавила бы Юлия Тимошенко. Такие результаты обнародовала социологическая группа «Рейтинг». Согласно ее данным, за лидера Батьевщины готовы проголосовать почти 20% опрошенных. На втором месте действующий президент Петр Порошенко. За него не против отдать голоса 16%. А замыкает тройку лидеров. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. За него готовы проголосовать 12% опрошенных. По словам социологов группы «Рейтинг», это был самый масштабный опрос за последние годы. 30 тысяч респондентов. В региональном разрезе вы видите, что Юлия Тимошенко лидирует, ну, что не меньше в половине регионов. В частине областей она делит первое место с Петром Порошенко. Петро Порошенко лидирует в Винницкой и Хмельницкой областях. Но Бойко Юрий лидирует на большинстве Схидных и Певденных областей. Если не открывать европейские рынки для экспорта, легкая промышленность в Украине исчезнет. Швейная фабрика в городе Горишнее Плавне раньше поставляла свою продукцию в десятки стран. Теперь торгуют только на внутреннем рынке. Производственные мощности сократили в четверо. Как выживают, рассказали нашим корреспондентам. Это новая модель, мы еще не знаем. Мы шли на челночной машине, и трикотаж, и изделия из ткани, и платье, и разное ассортимент. Еще несколько лет назад фабрика была успешным предприятием. Производили ткани. Свою продукцию отправляли в Крым, Донецкую и Луганскую области, Россию. Это около 30% всех заказов. Но с началом боевых действий на востоке страны эти рынки сбыта были потеряны. За пять лет производство пришлось сократить в четыре раза и найти новые направления. Теперь изготовляют трикотаж, пеленки, одежду для взрослых и детей. За счет чего и выживают, говорит директор. Но сколько еще продержатся, не знают. Ждут, когда государство откроет для легкой промышленности давно обещанный европейский рынок. Предприниматели готовы перевооружиться на европейский рынок. У нас очень хорошие специалисты, очень хорошие кадры. И люди готовы модернизировать изделия и показать наилучший результат и на европейских рынках. Если европейские рынки и дальше будут под замком будущего, у такой фабрики, как эта, нет, считают сотрудники. Об этом рассказали народному депутату Юрию Бойко, который приехал на предприятие. Мало того, лучшие специалисты нашли работу за границей. У нас процентов 30 швейников уехали за границу. Чехия, Болгария, Польша. Конечно, хотелось бы, чтобы экономический рост был в стране. И наши люди зарабатывали пенсию себе и нам в нашей стране. Украинцы массово выезжают работать за рубеж, говорит Юрий Бойко. Сейчас родовых мигрантов уже около 5 миллионов. И это далеко не предел. Легкая промышленность не развивается. Агентство по поддержке экспорта, задача которого открывать европейские рынки для предприятий, создано пока только на бумаге. Плюс неподъемные для малого и среднего бизнеса кредитные ставки. Их, по мнению народного депутата, нужно снижать. Точно так же, как и налоги. Сегодня мир не выдумал ничего другого, чтобы поднимать производство, кроме уменьшения подарков. Это не мы таки. Это в мире так. Будь-яка страна, если она хотела, чтобы застала производство, первое, что она делала, они уменьшили подарки. Воно, как локомотив, тягнуло за собой иную. Если будет работать ваше производство, вы будете закуповывать швейные машины. Будет работать машинобудивная галузь. Если будет работать машинобудивная галузь, будет работать металлургия и другие выработки потужности, которые как раз створюются машины. Это связаны все вещи, которые в целом называются реальный сектор экономики и его поддержки. Юрий Бойко также отметил, что оппозиционеры будут добиваться снижения кредитных ставок для предприятий с 20, максимум до 5%. Это позволит украинским предприятиям развиваться. А открытие рынка Европы поможет увеличить прибыль. Елена Медлюк, Евгений Конесов. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область. Европейский банк реконструкции и развития продолжит сотрудничество с властями Харьковской области. Об этом заявил глава представительства ЕБРР Шефки Аджунер. При финансовой поддержке банка в Харькове открылся Институт медицины и биомедицинских наук. В новом вузе учатся полсотни иностранцев. Два года назад в Харькове появилось представительство ЕБРР, где оказывают поддержку предпринимателям. Участвует банк и в муниципальных программах. В прошлом году выделил кредит на строительство двух новых станций метро. А в этом идут приговоры о выделении займа для покупки 80 новых троллейбусов для Харькова. Те деньги, которые вкладаны нашими европейскими партнерами и финансовыми организациями, это демонстрирует доверие к развитию, к стабильности и к представителям бизнеса и влады. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить и укреплять эту доверие не просто словами, а реальными действиями. Мы имеем потужный медицинский вуз, а также имеем 9 колледжей, которые готовят специалисты. И надеюсь, что еще одно представительство медицинского института будет такой хорошей запорукой подготовки фаховых фахистов для медической сферы. Я рад снова быть здесь, чтобы продемонстрировать доверие ЕБРР и серьезное намерение ЕБРР продолжать работу в Харькове и в Харьковской области. В конце 2016 года в Харькове был открыт офис ЕБРР. В прошлом году мы открыли центр поддержки развития бизнеса. Hyperloop по-украински, сверхскоростную транспортную систему, которую разработал Илон Маск, будут тестировать в Днепре. Для этого построят специальную площадку. В Украине также откроют центр транспортных инноваций. Об этом сообщил министр инфраструктуры. Hyperloop это стальная труба, внутри которой движется поезд. Он может развивать скорость до 1200 км в час. Ранее СМИ писали, что по территории Украины могут проложить 5 из 11 веток глобальной системы. На карте обозначены Киев, Днепр, Харьков, Донецк, Кривой Рог, Одесса. Запуск системы оценили более чем 3,5 миллиарда долларов, а билет может стоить около 500 гривен. Украинские ученые получили премии от президента Украины. Встреча Петра Порошенко со студентами вузов состоялась в Киевском политехническом институте. Премиями отметили почти 90 научных работ в области химии, физики и авиации. Их представители ученые из 10 областей Украины среди награжденных студенты, кандидаты и доктора наук. Я очень боюсь того, что сейчас есть абсолютно другая условия. Что интеллектуальный мир, открытый для украинской молодости, мы все будем делать для того, чтобы у нас молодые ученики, если они имеют талант, если они имеют гисты, если они имеют стремное желание заниматься наукой, створить им для этого максимальные умовы. Ни в каком разе не можно допустить, чтобы ученики вымушены были покидать Украину. О поддержке науки говорил сегодня и премьер. По словам Владимира Гройсмана, высшая школа должна измениться, чтобы стать конкурентной на мировом рынке. Об этом он заявил на встрече со студентами Сумского национального аграрного университета. Говорит, в Украине есть передовые разработки, которые позволят заметно нарастить переработку и производство сельхозпродукции. И если внедрить эти инновации, то улучшится и качество жизни украинцев в целом. Ведь агросектор – это пятая часть ВВП нашей страны. Наши знания дают потом возможность инвестировать в качество жизни. Мы понимаем, чтобы стать классным лекарем, нам нужно научиться быть классным лекарем. Для того, чтобы стать классным агрономом, нам нужно научиться. И все это начинает формироваться от самого юного века. И когда дети украинские стоят в садочке в черву и не могут прийти в садочек, отримать базу, чтобы прийти в школу, это и не нормально, потому что эту проблему нужно решить. Приговор для дизеля. Высший административный суд Германии сегодня решал, можно ли запрещать въезд на старых дизельных машинах в центры городов. Как проходило заседание и какой вердикт? Татьяна Лагунова подробнее. Возле здания высшего административного суда Германии акция протеста. Представители разных немецких организаций по защите окружающей среды объединились под одним лозунгом «Мы имеем право на чистый воздух», чтобы попросить суд подтвердить это право своим вердиктом. Не менее внимательно, чем экологи, за сегодняшним заседанием следили и миллионы немецких автомобилистов. Высший административный суд страны решал, имеют ли муниципальные власти право запрещать въезд в города на старых дизельных машинах. На тех, которые не соответствуют новейшим экологическим стандартам и загрязняют воздух. А таких автомобилей на дорогах Германии 13 миллионов. Формально суд рассматривает запрет на дизельные авто в двух городах Штутгарте и Дюссельдорфе. Там экологи давно судятся с местными властями, требуя выгнать старые дизели с улиц. Но вердикт будет прецедентом для всех городов, в которых загрязнение воздуха превышает норму. А их в Германии более 70, включая Берлин, Мюнхен, Кёльн и Дрезден. В Мюнхене, Кёльне, Дюссельдорфе уже говорят, что не смогут соблюдать нормы чистоты воздуха без этого запрета. Так что другого пути просто нет. Автомобильные эксперты не настолько оптимистичны. Мол, подобный запрет нанесет сильный удар по немецкому автопрому и по кошелькам владельцев таких машин. Да и воплотить в жизни решение суда будет непросто. Нужно понять, каким именно дизельным авто будет запрещен въезд, в какой временной период. Будут это отдельные улицы или территории города полностью. Нужно понимать, что контролировать соблюдение этого запрета будет тяжело. В первую очередь для полиции. Не просто решение дается и суду. После многочасового заседания коллегия неожиданно объявила, что откладывает оглашение вердикта на неделю. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Мариуполе запустили автобусный маршрут, которого горожане ждали 30 лет. Он свяжет микрорайон Курчатова с остальным городом. Работать на новом маршруте будут 14 автобусов. Зарплата сотрудников около 10 тысяч гривен в месяц. Прокатился в автобусе по новому маршруту и лидер радикалов Олег Ляшко. Открытие этого маршрута – это 100 новых рабочих мест. И с достойной заработной платой, которая и дальше будет расти. И еще раз открытие новых маршрутов, новых закладов, освещенных, медичных, дошкельных. Это все рабочие места. Дуже важно, чтобы Мариуполь был связан с Украиной миллионами не только. Транспортное сполучение, вантажные перевезения, авиационное сполучение, качественная дорога от Запорожья до Мариуполя. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.